Для многих славянцев одним из острых вопросов является оплата жилищно-коммунальных услуг, особенно в больших семьях. Зачастую основную часть заработка люди отдают именно за коммуналку. Проблема оплаты жилищно-коммунальных услуг для более 5000 жителей Славянского района успешно решается путем оформления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кто может оформить получение социальной выплаты? Какие для этого нужны документы? Узнавали Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Оксана Сидоренко воспитывает двоих детей. Живёт с мамой-пенсионеркой. И расходы на коммунальные услуги составляют значительную часть её бюджета. Чтобы покрыть расходы семьи на коммунальные платежи, она оформила субсидии, которые теперь будет получать ежемесячно с декабря в размере 2200 рублей. Мы субсидии оформили с этой осени, поэтому будем получать. Очень удобно, очень помощь такая хорошая, значительная. Очень удобно. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг действуют с 2005 года, и многие славянцы уже давно получают их. Оформить социальную выплату имеют право все жители Славинского района, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 22% от дохода. Сделать это могут как жители квартир, так и частных домовладений. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются гражданам, имеющим постоянную регистрацию, если их расходы в пределах региональных стандартов превышают 22% от совокупного дохода семьи. Для многодетных семей такая доля существенно снижена и составляет 15%, поэтому субсидий для многодетных семей намного больше, чем у обычных. В этом году на сегодняшний день более 5000 семей уже получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для 755 семей предоставленная социальная выплата полностью покрывает расходы на коммунальные платежи. Кроме того, каждая многодетная семья может получать поддержку от государства. Нужно только обратиться к специалистам соцзащиты. Для назначения субсидий необходимо предоставить следующие документы – справку о составе семьи. Исходя из этой справки о составе семьи, необходимо предоставить паспорта членов семьи, свидетельства о рождении детей. Также заявитель должен предоставить сведения о доходах за последние 6 месяцев предшествующих месяцев обращения и квитанции для впервые обратившихся за последние 2 месяца. То есть, если мы оформляем субсидии в ноябре, то квитанции необходимо предоставить за сентябрь и за октябрь месяц. Если заявитель проходит переоформление, то квитанции предоставляются за 6 месяцев, которые он получал ранее. Ну и, естественно, документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение. Свидетельства о праве собственности, технический паспорт. С этими документами вас ждут в Управлении социальной защиты населения по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Ленина, дом 14. Телефон для справок 4 29 60 4 39 80. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова